Новополоцк снова гостеприимно принимает гостей. В этот раз депутатский корпус Витебщины, а также работников идеологии со всех районов области. Тема номер один – патриотическое воспитание населения и молодежи в частности. Своими наработками делится принимающая сторона. Мы сегодня хотим, приехавшим в город Новополоцк, посмотреть во всем городе Азии ту работу, которая здесь проводится. Проводится здесь, безусловно, очень много. У города очень много заслуг в этом направлении, очень много известных людей. Как более старшего поколения, те, которые создавали этот город, но и те, кто сегодня создают его славу на сегодняшний день. Показать Новополоцку действительно есть что. Здесь к воспитанию патриотов подходит основательно. Причем начинают с дошколят и дальше вовлекают людей разного возраста. Проекты реализуются с участием педагогов, общественников, органов власти и не только. Так, например, на базе войсковой части 55-30 действует военно-патриотический клуб «Сокол». За прошедшие полгода новополские ребята освоили огневую, строевую и физподготовку, что и продемонстрировали участникам заседания. Чувствуется их ажиотаж, чувствуется их развиваться в данном направлении. Мы приняли 105 детей в декабре 2021 года. И вы знаете, с каждым месяцем численность растет. И у нас на вот этот уже новый учебный год еще 50 детей записалось в наш военно-патриотический клуб «Сокол». Ну и безусловно, я думаю, что мы останавливаться на достигнутом не будем. И в перспективах у нас еще в ушачах открыть военно-патриотический клуб. Самое главное, работа по патриотическому воспитанию в Новополоске охватывает разные направления. Большое внимание увековечению памяти об участниках Великой Отечественной войны. Поэтому не случайно в программе заседания посещение памятника легендарной подпольщицы Лилии Костецкой с возложением цветов. Здесь же презентация проекта о героических уроженцах Витебщины, которые прошли дорогами войны. К слову, своими наработками по сохранению исторической памяти готовы бы делиться и районы. В нашем районе тоже проводится определенная работа и акцент сделан на Великую Отечественную войну и знаменитое танковое сражение «Лепельский контур-удар», который проходил на территории Сенинского района. И закладка этого проекта уже сделана в том году. Лесопарк «Короколетие победы» в городе Сюно открывает именно входная группа, где расположены пилоны с основными этапами, историческими этапами танкового сражения, также с QR-кодами. И мы планируем дальше раскрывать, накапливать этот материал и использовать в работе от мала до велика. Новополоцкий парламент детей и учащейся молодежи – как пример активного вовлечения подрастающего поколения в жизнь города и всей страны. Большое внимание и работе студенческих отрядов. Кому, как не Новополоцку с его эврикой и зодчими, рассказывать о традициях студотрядовского движения. Отдельное место в презентации возможностей города в деле воспитания патриотов – рассказу о роли семьи. «Мастерская отцы и дети – это родители, это прежде всего отцы, их дети – это заседание, за труд, это совместное времяпрепровождение и чудесные, замечательные практики для города, для семьи, для школы и для региона в целом. Все, что угодно – это отремонтировать колесо, починить парты в школе, это сделать какую-то скамейку в придворовой территории, в конце концов просто помочь там, где эта помощь нужна. По большому счету, мы сложно почитаем, потому что родители разные, но на некоторые мероприятия приходит до 50 человек. Для того, чтобы просто проводить время с батей, именно с батей, не с отцом, а все, чтобы было дружно и вместе с семьей. Больше всего запомнилась сама идея того, что единение отцов и детей, потому что сейчас очень рост строит эта проблема, и отцы перестают быть отцами, они становятся просто предками и кем угодно. Поэтому «Моих батя – great again!» В программе заседания – посещение нескольких локаций, в том числе завода «Полимир». Ведь патриот – это в том числе человек, который честно и добросовестно трудится на своем рабочем месте. В целом же депутаты области не случайно обсуждают тему патриотического воспитания. 2020-й показал, что в этом вопросе есть недоработки. Откровенно и честно, что в 2020 году мы вдруг увидали, что да, мы многие годы формировали понятие патриотизм, мы все воспитались в одних школах, мы говорили о одних героях, но почему-то подавляющее большинство нашего населения запомнили и чтят тех людей, которые создавали наше государство и великую страну Советский Союз, и Республику Беларусь суверенную, а кто-то почему-то для себя это в своей жизни упустил. И поэтому очень важно сегодня, что мы через депутатский корпус говорили сегодня, говорили о тех людях, которые прославляют нашу страну, сегодня вспоминали о подвигах этих людей. Участники заседания увезут с собой из Новополоска увесистый пакет проектов по патриотическому воспитанию, при этом поделятся и своими наработками. Лучшие будут распространены на всю область и даже республику.